Техника медитации Грань успеха Каждый раз, когда мы сидим со скрещенными ногами, с непоколебимыми намерениями и невозмутимыми мыслями, направленными к центру нашего тела, и пусть наши мысли порой затуманиваются или блуждают, мы уже на грани тысячепроцентного успеха в достижении просветления. 8 июня 1990 год. Все время. Занимайтесь медитацией ежедневно. Занимайтесь последовательно. Не проводите ни единого дня без медитации, поскольку один упущенный день может пустить все ваши усилия прахом. 18 января 1998 год. Постоянство. Постоянство – есть ключ к успехам в медитации. 3 ноября 1996 год. Отпускать и открываться. Отпустите все, что может стать препятствием на пути к успехам в медитации. Однако все целы и без конца открывайтесь тому, что улучшает вашу медитацию и изучению мудрости Тхамакайя. 9 июля 1998 год. Чистота. Каждый раз, когда мы находимся в позе полулотоса, спина прямая, сознание устойчиво, мысли спокойны и направлены к центру нашего тела, начинается наше путешествие к чистоте. Чистота накапливается, когда сознание прекращает мыслить. Желание не сможет очистить наши тела, речь и мысли. Очищение происходит лишь тогда, когда ум достигает спокойствия у седьмой основы. Май 1996 год. Вопрос техники. У каждого из нас достаточно заслуг, чтобы достичь Тхамакайя и его мудрость прямо сейчас, не дожидаясь следующей жизни. Будучи уверенными в богатстве своих заслуг, нам остается лишь искренне посвятить себя практике. Не позволяйте своему сознанию отвлекаться. Правильная техника медитации никогда не позволит вам потерпеть поражение. 27 февраля 2000 год. Свобода от печали. Чтобы сознание могло достичь великой Тхаммы, она в первую очередь должно быть свободным от печали и не питать привязанности к вещам, существам или людям. Сознание должно оставаться легким и спокойным, ясным, чистым и сияющим, вне зависимости от того, стоим ли мы, ходим, сидим или лежим. Именно такое сознание способно стремиться к великой Тхамме. 8 мая 1996 год. Идеальное состояние ума. Когда все, что нам нужно от мира, это лишь коврик для медитации и место не более квадратного метра, место для сна лишь в два раза больше. Когда мы получаем достаточной еды, независимо от ее вкуса. Когда мы живем в мире, в котором нас ничего не трогает и не разочаровывает, в котором раздражающие вещи перестают задевать, и никто не может нас спровоцировать, даже если очень постарается, именно это чувство ульдовлетворения является состоянием, при котором наш ум остается спокойным и отдохнувшим. Вот что представляет собой идеальное состояние ума. Состояние, предназначенное для великой Тхаммы. 8 мая 1996 год. 6 кратких слов. Есть 6 небольших слов, которые невозможно забыть вне зависимости от того, как часто вы их слышите. Это сакральные слова, ведущие к полному удовлетворению. Остановите бег мыслей. Это секрет успеха. Бесценны заветы великого настоятеля храма Ватпакнам. Бережно храните эти слова в самом сердце своих мыслей. Занимайтесь практикой и тренируйте себя. Секрет успеха. Тхамма – это глубинное знание, но даже его легко постечь, если вы используете верный способ справиться с мыслями. Если вы усложняете, само собой, вам будет непросто. Если вы будете сохранять простоту, вам будет легко. Верный способ – просто сохранять покой ума и направлять его к центру образа Будды внутри себя. Легко, спокойно и невозмутимо. Наши мысли будут направлены внутрь, чтобы слиться воедино с ним. Просто сохраняйте спокойствие в мыслях. Легко, спокойно и невозмутимо. Поскольку остановить бег мыслей – есть секрет успеха. 21 июля 1996 год. Урожай счастья. Каждый сеанс медитации должен приносить нам радость, вдохновляя на дальнейшую практику медитации. 8 мая 1996 год. Предвестие успеха. Чтобы достичь Дхамакая, нам следует направить свой ум по верному пути, расположенному в центре тела с помощью правильной техники. Когда наш ум усиленно сконцентрирован в верном направлении, сфера изначального пути возникнет и покажет нам, что мы находимся на начале пути к достижению Дхамакая. Таким образом, соединяя верный способ и максимальные усилия, можно предположить, что в скором времени мы достигнем Дхамакая. 23 октября 1991 год. Расслабленно и с легкостью. Медитация для достижения Дхамакая должна практиковаться тогда, когда вы расслаблены и чувствуете легкость. 23 июля 1994 год. Рецепт успеха. Просто спокойно наблюдайте за тем, что возникает в центре тела, не давая никаких мысленных оценок. Это все, что вам нужно. Более того, это и есть рецепт успеха, который поможет вам достичь Дхамакая. 3 августа 1993 год. Мера. Степень, согласно которой мы можем удерживать мысли в центре тела, есть мера того, насколько мы в действительности любим Дхаму и как сильно мы желаем постичь его. Если мы позволим мыслям отвлекаться, это значит, что наша приверженность Дхарме ставится под угрозу. То же касается и результатов медитационных практик. 14 марта. 1999 год. Делать то, что получается естественно. Наши медитативные практики разнятся день ото дня. Иногда мы готовы читать мантры. В иные дни нет. Иногда мы готовы представлять мысленные образы. В иные дни нет. Мы должны прислушиваться к себе и медитировать наиболее естественным образом каждый день. Достижение Дхамакайи не составит труда, если мы осознаем природу мышления, которое благоволит тому, что получается естественным образом, нежели заставлять себя. Нам следует идти рука об руку с природой собственных мыслей. Это главнейший принцип практики. Октябрь, 1988 год. Свобода от ожиданий Во время медитации не предавайтесь ожиданиям или печалям о том, меняется ли ваш внутренний опыт или остается прежним. Гадать бесполезно. Просто успокойте свои мысли и наслаждайтесь моментом. Не размышляйте в духе, если мои мысли столь спокойны, то я должен быть, получая новый опыт. Примите тот факт, что ничего не меняется. Если же что-то изменилось, примите и это. Не позволяйте ничему нарушить покой ваших мыслей. Все это есть основы для изучения мудрости Дхамакайя 8 мая 1996 год. Путь – это простота. Напряжение во время медитации говорит о том, что вы прикладываете слишком много усилий и вы отклонились от правильного способа. Если же вы остаетесь на верном пути, то медитация приносит лишь радость и легкость. Никогда не забывайте о том, что для целостности срединного пути внутри себя каждый этап, будь то начало, середина или конец, всегда сопровождается простотой. 23 мая 1996 год. Постоянно в центре. Я пытаюсь помочь каждому достичь внутреннего просветления, но вам необходимо быть честными и мягко удерживать свое внимание в центре тела на протяжении всего времени. Даже не практикуя медитацию в конкретный момент, следует направлять свои мысли к центру тела. Таким образом, во время настоящей медитации вы быстро достигнете концентрации и не станете тратить время на то, чтобы одолеть свои мысли, поскольку правильное направление мыслей уже стало привычкой для вас. 14 марта 1999 год. Наша внутренняя работа Медитация – наша самая важная работа внутри себя. Эта задача, не требующая физических усилий, которая может практиковаться наряду с другими внешними видами деятельности. Одновременное выполнение работы внутри и вовне не должно составить больше труда, чем дыхание во время приема пищи. 8 июля 1990 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok